В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Ровно месяц в футбольном клубе Черноморец новый тренерский штаб. Сегодня у нас в студии главный тренер футбольного клуба Черноморец Олег Анатольевич Дулуб. Здравствуйте. А также его помощник Юрий Леонидович Поковат. Здравствуйте. С официальным досье наших гостей все желающие могут ознакомиться в публичных источниках, на официальном сайте клуба. Мне же интереснее услышать от вас. Расскажите, представьте, что вы встретили впервые человека, который ничего не знает о вашей игровой и тренерской карьере. Что вы впервые хотели бы рассказать, какие были самые важные переломные моменты в вашей карьере? Олег Анатольевич. Игровскую карьеру даже вспоминать не хочется, это уже другая жизнь. А если брать тренерскую, то это, наверное, три этапа. Работа в футбольный клуб Минск, первые медали. Потом футбольный клуб Динамо Минск, это выход в Лигу Европы, в групповой этап и тоже медали в чемпионаты Беларуси. Отдельно может быть Гомель, футбольный клуб Гомель, участие тоже в Лиге Европы против Ливерпуля. Наши матчи, суперкубок матч СБТ. Ну и естественность, если брать, еще белорусский этап это Крумкачи. Это большой-большой след в моей жизни. Ну а дальше Украина. Как раз в Крумкачах вы вместе начали работать и с Юрием, и с тренером Хомутовским, также в вашем тренерском штабе. После этого вы работали вместе в Ливовских Карпатах. Расскажите, как познакомились и как сложилось ваше тренерское трио? Как познакомились? Шли-шли, да и познакомились. Ну просто в свое время с Юрием Ильинидовичем играли еще, когда уже заканчивал, у нас есть хорошая команда Artstars. У нас ребята-артисты, приглашали играть за них там в каких-то турнирах, с удовольствием откликались. Это с Юрием Ильинидовичем. А с Василием Иосичем, это я познакомился только в Крумкачах. Юрий Ильинидович, расскажите про свою карьеру и игрока, и тренера. Я знаю, что вы работали в сборной, возглавили молодежную сборную Беларуси по мини-футболу. Какие такие интересные компоненты технические с мини-футбола, с футзала вы переносите в большой футбол? И насколько это помогает в вашей работе? Быстро по карьере, воспитанник «Зе Шор Динамо» 7 лет. Закончил «Зе Шор Динамо». После этого играл, выступал за... Тогда команда называла Белаз Жудзина. После этого играл «Шахтер» в Солигорск. Закончил рано. И постепенно переключился на мини-футбол. Отдал мини-футболу 10 лет игротской карьере. Потом 10 лет, практически даже больше, 13 лет я тренировал клуб. По стечению обстоятельств встретился с Олегом Анатольевичем. И он, скажем так, своей энергетикой помог мне где-то понять, что еще не все, скажем, сделано и сказано в большом футболе. Вот сошлись наши звезды, работаем вместе. Что касается, что привнести из мини-футбола в большой футбол. На самом деле, очень много есть вещей, которые полезны были бы. Но я бы так не сказал бы, что, наверное, что-то из мини-футбола в большой футбол или из большого в мини-футбол. На самом деле, это очень похожие два вида спорта. И отделить один от другого, например, я считаю, что это неправильно. Наверное, это все-таки будет правильно сказать, что мини-футбол это, наверное, младший брат, а большой футбол это большой старший брат. И всегда есть что взять, касаемо и индивидуальной техники, и групповых взаимодействий, быстроты принятия решения. Очень много есть вещей, которые бы необходимы. И ведущие зарубежные клубы, на самом деле, уже давно применяют специалистов из мини-футбола в своих структурах в качестве консультантов, в качестве помощников, тренеров. Это уже давно известная практика. Структура мини-футбола, она очень близка к подготовке юных футболистов. Я знаю, даже в Испании до какого-то периода возраста только на футзальных полях готовят детей. Это помогает технически их лучше подготовить. То есть там не делается ставка на физику, такая больше на технику. Может быть, стоит и украинскому, и белорусскому футболу тоже брать на вооружение такие методики подготовки? Мы еще так далеко не засматривались, чтобы подняться, опуститься по вертикали вниз. Потому что у нас пока время основное, это первая команда. Если брать продолжение, то это взаимодействие в атаке и стандартное положение. А все же, вот системная работа в клубе, насколько она была для вас определяющим при принятии решения перехода в футбольный клуб Черноморец? Вы видели со стороны, как развивается команда, видели, что команда была в Еврокубках несколько лет назад. Сейчас переживала определенный спад после ухода лидеров, после смены состава. И вот когда этот сезон стартовал, уже пропущен период подготовки к сезону. Очень сложно перестроить все на ходу. Как приняли решение? У меня в жизни не бывают случайности. Когда еще, будучи игроком, я заканчивал карьеру, играл с Георгием Петровичем Кондратьевым. Рядом у нас номера были, мы часто там кофе, чай пили. Он долго рассказывал о черноморце, причем с такой теплотой. И когда время подошло, вот именно по черноморцу, я даже не звонил, потому что я помню все эти разговоры, что народ такой открытый, улыбчивый и все. И поступило конкретное предложение. Конкретное предложение, вопрос там решался в течение двух дней фактически. Понятно, что это тяжело, когда уже команда набрала, ну не набрала ход, идет по дистанции. И что-то изменить кардинально очень сложно. Здесь необходимы уже другие какие-то составляющие. Так, в свое роду, вот я приводил пример, самолет взлетел, а теперь надо его отремонтировать еще. Какие основные сейчас задачи стоят перед тренерским штабом для того, чтобы вывести команду и на результат, и на игровой рисунок, который может еще больше болельщиков на стадион привести? У нас как бы так получается, что у нас блоками идет по четыре матча. Вот первый матч, мой первый блок, это больше психологическая составляющая, объединение команды в единое целое. Но это тоже такой процесс, как бы два шага вперед, может быть один шаг назад, два шага вперед, один назад, всегда будет возврат назад. Вот этот матч с Ворского, это для меня точно точный показатель того, что произошло. Что где-то в какой-то момент не было цельной команды, была просто команда разбитая на отдельные групповые взаимодействия. Второй этап, второй этап, это вот сейчас у нас две недели на подготовку сборной. Пробуем поговорить с игроками о нашей модели игры. Вот после матча с Ворсклой на пресс-конференции вы сказали, что вам в раздевалке показалось, что команда немножко не так звучит, и не хватает какой-то позитивной энергетики, что вылилось в результат. Как перестроить это состояние, как вернуть в раздевалку необходимую атмосферу, и как зарядить футболистов? Знаете, вариантов много. В Карпатах практиковали походы совместные, там боулинг, потом был момент выезда на полигон, постреляли с футболистами, потом футболисты сыграли с ребятами, которые шли в зону боевых действий, чтобы они четко увидели, что есть другая жизнь. Убытность, когда-то работали в Родина, у нас был опыт поездки в тюрьму. Мы играли с заключенными в тюрьме, там футболисты, тренерский состав. Тоже, чтобы люди понимали, что есть другая жизнь футболисты, что не только все зациклено здесь, на прямоугольнике футбольного поля. Может быть, это объединяющий, но у каждой команды своя история. Тут нужно еще понять механизм и добраться в это. И все же после таких боевых матчей с Шахтером, с Карпатами, с Зиркой, встреча с Ворсклой, может, в какой-то момент был шанс все же удержать и даже забить, реализовать гол? Что случилось, на ваш взгляд? Да, шанс был, конечно. Шанс был, где-то вот до второго пропущенного мяча. Мне казалось вот-вот-вот-вот-вот-вот, поэтому мы усиливали атаку. Где-то с игроками не попались, с некоторыми, но вы должны четко понимать, что сейчас мы в стадии все равно знакомления. Как бы ни было, как люди себя ведут быту на футбольном поле, не только во время побед, но и поражений, как они себя ведут, как реагируют на это все. И там момент был перелом, вот этот второй забитый мяч, конечно. Потеря на ровном месте и контратака. То, что мы, в принципе, просили ребят, чтобы не допускать это. Но тут моя ошибка в плане каком. Мне казалось, что вроде можем двинуть дальше в сторону, может быть, повышение атакующего какого-то потенциала команды. И игроки, поэтому разные сочетания были в опорной зоне, не такие привычные, как раньше. Просто мы увидели, что определенная система игры у нас не играет, не увидели, сочетание игроков не играют вот эти. У нас есть время две недели до «Динамо», по крайней мере. Потом еще четыре матча, пять, плюс кубковый матч. И все же, вот Сворского, если вы моделировали игру первым номером, по первому тайму вырисовывалось преимущество черноморца, во втором были и стандарты, и держали много очень мяч, но все же показалось, что шла перепасовка, на своей половине поля и забросы в борьбу вперед. Это и есть проблема сочетаемости игроков. То есть игроки, когда новое сочетание, как любому механизму, необходимо время на притирку. В любом коллективе новый человек приходит, время на притирку. Будут и конфликтные ситуации. Понятно, что их не следует избегать, их нужно просто управляемая конфликтная ситуация. То же самое и здесь. Посмотреть, как игроки понимают друг друга, и понимают ли они сочетают друг друга с полуслова. Потому что разные футболисты. Плюс надо учитывать тот факт, что мы брали в свободных агентов. А свободный агент – это значит люди, практически не прошедшие подготовительные периоды. И ясно, что я боялся, что это будет в Карпатах. То, что боялся, так по всем показателям, что это после Шахтера, после такой энергетической игры, Карпаты, но Карпаты тоже был неплохой матч. Мне казалось, все, прошли, вот сейчас ворсло, потом мы дадим несколько дней выходных и начнем подготовку. Более того, для нас боли, наверное, было позитивно, что мы сыграли в пятницу. Как первоначально это все было. Мы бы на фоне после Карпат пятницы и потом, например, не два, а четыре выходных дать. Чтобы ребята полностью перезарядили свои ментальные батарейки и вернулись обратно уже в клуб. И все же, вот о моделировании нового коллектива и о новичках. Уже пришли футболисты с другим менталитетом. Скажем, другие футболисты из Франции. Вратарь стал лидером уже команды. Сейчас ходили слухи о том, что Александр Глеб, это очень именитый футболист, который защищал цвета и Арсенала, и Лондонского, он может подписать контракт с черноморцем. Насколько реальным был такой вариант его перехода? И были ли переговоры? Ну, вариант, если по Глебу брать, то тут была взаимная, как бы такая, у нас интерес. И Глебу было интересно в черноморце еще поиграть, потому что он футболист, профессионал, действительно. Нам было интересно, потому что это усиление нашего такого еще потенциала. Единственное, что нужно было договориться по деньгам. По деньгам мы не договорились. Он не просил большие деньги, скажем так, но они договорились. Для меня это очень жаль, что не получилось. До зимнего перерыва стоит ли ожидать еще новичков? Мы ищем свободных агентов. У меня телефон разламывается от предложений. Если они секрет, на какие позиции? На все позиции. Фактически предлагают на любые позиции, но нужно учитывать тот факт, что оптимальное предпочтение украинских ребят, потому что не нужно платить за доявку, как и за легионера, там 150 тысяч гривен. Поэтому, естественно, нужно учитывать бюджет клуба. Можно привести условно 20 легионеров, но из них 12 играть не будет. Насколько серьезное повреждение у Мамаду? Это еще сегодня доктор должен при встрече на базе именно доложить им, рассказать, что там как-то. Понимаю. А есть в команде еще травмированные и сейчас пауза такая вырисовывается в чемпионате на матч сборных. Будет ли возможность у них восстановиться за этот период? Смирнов точно нет. Смирнов это уже до зимы вроде бы. Точно так там серьезная травма. Каплиенко. Каплиенко характер травм мне не понятен. Раз непонятен, значит, тоже можно до зимы о нем забыть. Как состояние Васина? Я думаю, сегодня будет в общей группе, потому что Васин, он же пропускал по дисквалификации. У него четыре желтых карточки было. Вот Васина, может, и не хватило его энергетики в этом матче, такой спорт с Полтавой. В субботу предстоит товарищеский матч с молдавским клубом «Динамо Авто». Приглашаем всех болельщиков. Кстати, в соминении на базе клуба будет эта игра. Какие будете цели, задачи преследовать в товарищеской игре? Пока пауза в чемпионате, есть возможность вот как раз сейчас... У нас учитывая этот факт, что у нас пять человек в сборной. То есть, три уратаря уехали в сборную. Уехал Третьяков, уехал Мусолитин. Мы посмотрим новое сочетание опять по игрокам. Может быть, вернемся к старым. Поразберемся, кто у нас сейчас травмирован, микротравма, с тем же Мамаду. Насколько он нам сможет помочь с «Динамо». На фоне это будет на фоне нагрузок. То есть, этот матч будет на фоне нагрузок может быть тех, которые игроки вообще не получали никогда. Кстати, вот о французах. Так бытует мнение, что бразильцы часто нарушают режим. А вот как у французов с этим? Давайте у Дюку Ришелье спросим, как у него с режимом. на самом деле это профессионалы. Ребята приехали профессионально. Были даже моменты, я вам так скажу, это когда у нас были дни отдыха. Я на базе жил в это время, потому что нужно было быстро реагировать. В окно смотрим, вот Леонидыч приходит, ой, бегают, смотри. И они прямо под нами какую-то беговую работу сами себе. Приходилось даже как бы отстегивать их. У вас день отдыха, вы отдыхайте, чтобы набраться сил. Нет, нет, мы хотим набавить, да хотим. Это мы относительно этого. На самом деле, ребята, ну я уже говорил об этом, что ребята на самом деле очень профессионально относятся, и они себе, видимо, такую серьезную очень установку дали, что они должны себя обязательно проявить. И при первой же возможности они это пытаются делать. Где-то даже, где-то в тренировочном процессе, в режиме отдыха, восстановления это мешает. Где-то даже в игре некоторым футболистам из-за того, что он хочет успеть везде, а не там, где он должен обязательно в порядке успеть. То есть, где-то не концентрирует свою энергетику именно для решения конкретных задач, поставленных перед ним, остараясь он из-за вот этого огромного желания себя проявить. Вот здесь есть тоже такие моменты, которые, скажем, связаны с игровой дисциплиной. Есть, это проявляется. Но это, я думаю, что это поправимо. И эти ребята должны серьезно помочь. Ну, заметно, что эти ребята заряжают наших украинских, белорусских парней тоже больше работать, больше мотивируют их. Ну, позитивно, Ирина Ильич, правильно говорит, там есть люди с позитивной энергетикой. Вот это люди с позитивной энергетикой. Они приходят, они смеются, улыбаются. И как-то вот сразу раз и приняли. Ихт Гутера сразу, ребята, приняли. Это бывает очень редко в командах. Интересно, кто из них быстрее, вот именно из французов, кто быстрее адаптировался именно к украинскому футболу именно во время матча, не только тренировочного процесса? Ну, и кто из них наиболее обучаем тактически? Сложный, это и вопрос такой сложный, но надо учитывать, что и Бампель, и Мамаду, и Лосуне, они играли какие-то периоды своей игровой карьеры на территории бывшего Советского Союза. То есть они понимают русский язык. Хотя я с ними там на английском разговариваю, но они понимают русский язык. По менталитету они чем-то похожи, наверное. Спокойные, уравновешенные, по обучаемости, но это процесс, это по времени нужно определить просто. Когда ты начнешь с ними уже более плотно работать, уже вот на этом втором этапе. Вопрос по вратарям. Александр Гутер стал лучшим игроком месяца в украинской премьер-лиге. Это высокий результат. Я поздравляю вас в том числе с таким показателем клуба. Расскажите, насколько был реальным вариант его перехода и как он получил капитанскую повязку, как один из вице-капитанов, ему доверили, как новичку уже, он стал лидером. Насколько реально выиграть пять из тридцати шести? Насколько реально взять блокнотики, заполнить эти пять цифр и угадать? Потому что накануне вот я, когда просматривали матчи уже, там четко нарисовалась вратарская позиция. И ясно, что хороший вратаря ты не найдешь сразу. И тут звонок вечером. Евгений Гайдуки, агент Саша Гутера предлагает, говорит, а вот у нас Гутер есть, не хотите ли вы его взять? Я, наверное, ты, или слушаешь меня, а то где-то микрофон у тебя, или, говорю, это вот как на одной волне. У меня была подобная с ним ситуация, когда он не Славу в лево придашил. То же самое. Вроде все нормально, нет центрального нападающего. И тут вечером звонок, а не хотите ли Славу взять? Кромкочу я. Я говорю, понимаете, бюджет клуба и квалификация игрока, чтобы вы понимали, у Славы были сезоны, которые он в контракт имел годовой больше, чем бюджет Кромкочей. При этом уже Гутер, играя в России, естественно, в Динамо Минск. Он играл в ведущих клубах в Беларуси, в Батте Динамо Минск. Больше не было. Дальше российские клубы были, куда он перешел. Поэтому это дело случая. Случай, ну, случай это псевдоним Бога, когда он не хочет проявляться. Ну, наверное, это был бы больше вопрос для Василия Хомутовского, но раз уж его, к сожалению, с нами нет, вопрос, потому что агент выходил сначала на меня, потом я набирал Василия, мы обсуждали. Как и мигатура, которая не обсуждаема. Я хотел спросить просто про всех трех вратарей, которые есть в вашем распоряжении. Это и Гутер, и Безрук, и Смородин. Какие у них сильные и слабые стороны? У нас еще Кожухарь есть, четвертый. Поэтому кто из них там, кто это время покажет? Просто многие болельщики обеспокоены, что воспитание клуба Безрук, он сейчас даже в заявку не попадает. Это моя инициатива, это воспитательная цель. Человек просто по моему мнению потерял ориентацию во времени и в пространстве. Поэтому если он вернет эту ориентацию, значит он вернется. Это лично мое решение, которое принято лично мной. В целях оздоровления именно сохранение футболиста и, может быть, вернуть его в футбол, если он захочет вернуться. Потому что если он захочет, естественно, это его решение. Главное, чтобы количество мячей значительно снижалось и в будущем. Следующий соперник черноморца в официальных матчах это Киевская Динамо 15 сентября. И вот в предыдущем матче чемпионата Заря Луганск показала, что действительно у Киевского клуба есть слабые места в защите. И что скажете по поводу предстоящей игры, какие будут ожидания у вас от встречи с одним из лидеров украинского футбола? Динамо Киев это Динамо Киев во все времена. То есть это я уже неоднократно говорил клуб, за который я болел с детства. То есть сейчас уже как бы оно так немножко потому что я знал всех футболистов Киевского Динамо по именам там 75-го, 86-го и так далее. Но это один из лидеров украинского футбола. Естественно легкой игры не будет, легкой прогулки не будет. Нам нужно просто понять где у них слабые места, где сильные, перекрыть сильные и бить по-слабому. И 25-го октября будет еще встреча кубковая с командой второй лиги Днепр-1. Чего ждаете от этого матча? Будете ли использовать резервный состав? Или наоборот это будет возможность еще больше вкатиться и наиграть необходимые игровые связи? Я думаю, что у нас такая ситуация, в которой мы находимся, в которой мы сейчас находимся. Естественно ротация будет, потому что там между двумя матчами Сталь и потом по-моему у нас Мариуполь. То есть матчи, которые нам нужны по патчу. У нас нет таких матчей, которые нам не нужны. Но естественно Днепр-1. Команда, которая лидирует во второй лиге сейчас. Проходной матча не будет. Это Днепр. Это команды с традициями. Это болельщики, это стадион и так далее. И это кубковая игра. В кубковых играх там решают все характер. Ну и в завершение хотелось бы, чтобы вы обратились к одесским болельщикам. Спустя месяц работы в этом клубе многие следят с нетерпением, ожидают каждого слова от нового тренерского штаба и верят в команду. Вот Леонидыч начнет, а я закончу. Пожалуйста, Леонидыч. Ну, во-первых, хотел поблагодарить тех болельщиков, которые приходили на те матчи, которые мы играли. Хочу сказать, что посчитают то, что вот этот этап первый месяц нашей работы это был этап ознакомления. То, что команда будет добавлять с каждой игрой, с каждым определенным временным промежутком, это однозначно. Мы здесь для того, чтобы Черноморец с каждой игрой играл все лучше и решал те задачи, которые ставят прежде всего сами мы между собой ставим, все футболисты себе ставят. И, конечно же, хотелось бы все-таки, чтобы наши отношения были всегда как можно проще. Они будут, поверьте, с нашей стороны будут просто искренни и прямы. Никакого здесь вильяния ничего не будет. как есть, так и будет. Пусть люди искренне тоже за нас болеют. Спасибо. Для меня в действительности мы обращаемся к болельщикам, для меня показатель успешности работы тренера это количество людей на стадионе. Если у нас это количество будет прибавляться, значит, это будет как показатель того, что мы движемся вверх. То, что я знаю, что любой болельщик может простить какую-то тактическую ошибку, технический праг, но он никогда не простит безразличие. И задача, естественно, у нас как тренерского состава действительно подготовить команду, которая, я футболистам часто говорю, что вы должны играть сердцем. Можно забыть о тактике, о технике, но нельзя забыть о том, что в это время, которое сейчас в стране, от 4 до 10 тысяч зрителей пришли на стадион. Вы должны играть для каждого из них. В отдельности смотреть, отдаваться, потому что они смотрят и оценивают нас именно со своей стороны. И у них есть только один показатель. Это играешь ли ты сердцем, отдаешься ли ты. Вот здесь за эмблемой клуба Черноморец. Все остальное оно как прилагаемое. То, что мы будем стараться, то, что стараться, ребята будут отдаваться 100%. Это я гарантирую. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях главный тренер Черноморца Олег Анатольевич Дулуб и его помощник Юрий Леонидович Поклад. Желаем успехов морякам и приглашаем всех болельщиков уже 15 октября в 19.30 на стадионе Черноморец одесситы сразятся с киевским Динамо. Ну, а также в эту субботу предстоит товарищеский матч против Динамо Авто в Савиньоне. Вы смотрели программу Студия Репортер. Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.